25-летний Багдад Бекенов работает кассиром в банке и только раз в месяц может позволить себе поход в магазин за продуктами. На его зарплату в 500 долларов сильно не разгуляешься, говорит он. Эту колбасу я не могу себе позволить. Она очень дорогая. Для нашей семьи это считается деликатесом. Чтобы выжить в мегаполисе, семейству Бекенова приходится экономить каждую копейку. Ведь часть заработанных денег уходит на оплату съемного жилья. Остальная сумма уходит за детский сад сына и пропитание. У меня еще есть кредит, я его взял от того, что некуда деваться. Государство сейчас не помогает молодым семьям. Вот приходится влезать в долги. Были времена, когда у нас вообще ни на что не было денег. Правительство подсчитало. Чтобы не умереть с голоду, казахстанцу хватит 120 долларов в месяц. По данным агентства по статистике, по сравнению с прошлым годом, прожиточный минимум вырос на 7,3%. Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимает почти 22%. Молочные, масло, жировые изделия и яйца – около 15%. Фруктовые и овощные – 14,1%. Хлебопродуктовые и крупенные изделия – примерно 8%. Сахар, чай и специи – 2%. По нашим расчетам, прожиточный минимум должен быть не ниже 200 долларов. Например, если в семье 4 человека, то им необходима сумма 800 долларов. По словам экономиста Мирюерт Махмутовой, на такую сумму не то что мясо и рыбу. С трудом может хватить на самые необходимые продукты питания, такие как хлеб, сахар и молоко. В Казахстане, по официальным данным, в стране 6% населения живут в нищете. По подсчетам же экономиста Мирюерт Махмутовой, полтора миллиона казахстанцев живут за чертой бедности.